Главная тема. Рабочий день председателя правительства России Дмитрия Медведева сегодня прошел в Чувашии. Программа визита была насыщенная. В столице республики он провел совещание по ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости. А во время рабочей встречи Дмитрий Медведев и глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудили, как реализуются в республике социальные программы. На совещание с председателем правительства страны в Чувашию приехали главы регионов и федеральный министр. С ними Дмитрий Медведев обсудил меры по содействию занятости населения. Во время рабочей встречи с главой Чувашии речь шла о других, не менее важных задачах. Помимо работы, есть еще бытовые условия, социальные условия жизни. Это жилье, детские дошкольные учреждения, школьные учреждения. У нас есть три важных программы. Они посвящены ветхому, аварийному жилью, детским дошкольным учреждениям, то есть детским садиком. Эта программа закончилась в прошлом году. И теперь большая, новая, сложная программа по реконструкции и созданию новых школ. Как со всеми этими параметрами обстоят дела в республике? Касаясь аварийного жилья по выполнению всех тех обязательств, которые мы взяли по договору с федеральным центром, мы третий этап программы выполняем. По факту переселили 6500 человек. По-другому говоря, более 50% нуждающихся с аварийного жилья переехали не в аварийный жилой фон. Касаясь многодетных семей, у нас еще оригинальная программа есть. В семье, где 5 и более детей, мы предоставляем им безвозмездные субсидии. Как в городской местности, так и в сельской местности. Очередность определенная есть, но многодетные семьи в течение 5 лет получают на безвозмездной основе соответствующую квартиру. Это региональная программа? За время действия программы «Детские сады детям» в регионе построили 45 новых детских дошкольных учреждений. В 60% муниципалитетов местами в садиках полностью обеспечены дети с 2 лет. Теперь предстоит построить 11 новых школ и более 20 реконструировать. Михаил Игнатьев отметил, республика участвует в федеральной программе и уже подобрала 4 типовых проекта, по которым будут строиться здания учебных заведений. Мы в этом году эту программу начали, уже сейчас раскассируется 25 рублей, там, соответственно, есть и квоты республики. Россия – это в первую очередь социальное государство, и на сокращение своих обязательств не пойдет. Об этом премьер-министр говорил на последнем съезде Единой России. Сегодня разговор идет уже о конкретных цифрах. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.